Сегодня краевые власти утвердили новую стоимость проезда в автобусах. Через две недели поездка обойдется красноярцам в 16 рублей вместо 13 нынешних. Гульнас Галямова выслушала все стороны чиновников, перевозчиков, пассажиров. Недовольны только одни. С 10 ноября ценники на автобусах сменятся. Сегодня краевое правительство утвердило предельную стоимость пассажирских перевозок. Проезд подорожает на 3 рубля. Хотя еще две недели назад, когда принималась новая методика расчетов тарифов, министр транспорта Сергей Еремин уверял журналистов, существенного повышения не будет. Сегодня сам же признался. 3 рубля действительно ощутимо. Но человек, пассажир, который желает сэкономить на проезде, может купить транспортную карту и, соответственно, для него проезд повысится всего на 1 рубль. То, что для владельцев транспортной карты проезд будет стоить 14 рублей, еще не факт. Предложение только обсуждается. Решение должен принять город, а не край. Между тем, некоторые красноярцы понимают, подорожание было неизбежно. Топливо ведь не дешевеет. Но таких меньшинствов, большинству платить 16 рублей за проезд в городском транспорте, жалко. Сильно дорого, тем более с присадками ездить. Конечно, дороговато для пенсионеров. И им как-то жить надо, наверное. Им это перевозчикам? Ну да, конечно, конечно. Я тоже считаю, что не стоит повышать цены, потому что качество проезда очень низкое. Никогда не знаю, что может случиться во время этого проезда. Перевозчики требовали 18 рублей. Некоторые грозились не принимать транспортные карты, если их не услышат. Но сегодня о саботаже речь уже не идет. По мнению предпринимателя Константина Кнопнугеля, 16 рублей – тариф компромисса. Вот этот тариф нам позволит все-таки на сегодняшний день в полной мере работать в нормальном режиме. Но вы же просили 18. Да, но я еще раз говорю, что 18 рублей нам позволило обновлять подвижной состав. Перевозчики говорят, требовали 18 рублей прежде всего для того, чтобы повысить зарплату сотрудникам. Хотели, чтобы водители получали 40 тысяч рублей вместо 28 сегодняшних. Но такой расклад, 16 рублей, позволит только сохранить зарплату на прежнем уровне. Разве что кондукторам удастся поднять зарплату на 10%, говорит перевозчик на Кнопнугель. Но наша съемочная группа неожиданно наткнулась на сотрудницу 80-го маршрута, которая согласна отказаться от прибавки, лишь бы проезд не дорожал. Тарифы на проезд в автобусах не повышались в Красноярске два года. Перевозчики предлагали и другой вариант решения проблемы – субсидировать маршруты. Очевидно, что власти пошли по более выгодному пути. Вопрос только – для кого он выгодный? Бульнас Галямова, Иван Марков, СТС Прима, Новости.